Добрый день, Игорь Васильевич, как быстро время прилетело. Мы уже накануне выборов, новизны очень много, особенно в плане Всебелорусского народного собрания. Речь идет о выборах парламента и о соответствующем указе президента. Я ознакомился с материалами, которые вы представили. Нет отторжения ни по одному из вопросов, тем более об издании указа. Я поручу сегодня администрации президента, чтобы вы вместе сели, проработали, выработали вместе и правительство подключили. Оптимальные сроки принятия этого указа. Но я думаю, ваше предложение в этом плане разумно, и не вы же одни его придумали, а выстрадали, наверное, прежде чем вносить предложение. Поэтому вопрос издания указа о выборах, это вопрос, считайте, решенным. Вы вторым пунктом, вот я смотрел, ставите вопрос о взаимодействии с государственными органами. Вы очень правильно предлагаете, ничего не надо отбрасывать. У нас есть большой опыт и практика проведения выборов в плане задействования органов власти, других государственных органов. Все в вашем распоряжении. Вы отвечаете за организацию, а все государственные органы и структуры, и я в том числе, мы будем вам помогать осуществить тот план, который мы согласовали все вместе. Единый день голосования тоже новизна. Мы избираем все советы по вертикали, поэтому работы будет достаточно. Не спеша, а спокойно мы приведем эту работу. Что касается информационного обеспечения, тоже опыт очень большой. Но и нового очень много надо использовать. И интернет, и создание новых контентов, как вы предлагаете. Это тоже надо делать, чтобы людям было удобно. Начиная от приглашений, рассылки, смс-сообщений, людям и приглашения на выборы. Наблюдатели. Субъекты, которые приглашают наблюдателей, определены законами. Нам прятаться нечего в нужное время, когда подойдет срок, когда мы со всем нужным, мы пригласим наблюдателей, чтобы они видели, как будут проходить выборы, чтобы нас не упрекали, что мы проводим выборы как-то в Америке. Там и стреляют в людей после выборов, и по почте выборы проводят и так далее. И фальсификация, и куча, это уже сегодня видно. Мы должны честно провести эти выборы. Прятаться нам нечего. Около 80% однозначно сегодня поддерживают тот курс, который мы определили. Нам чего бояться? Ну, за 20%, которые околеблются и которые против, мы еще поборемся. Ну, и отдельная новелла «Формирование Всебелорусского народного собрания». Тоже закладываем определенный фундамент в этом деле, нарабатываем опыт, надо очень внимательно к этому отнестись. Очень многое в Конституции и в законах определено. Численность, как избирать, от кого избирать и так далее, споров здесь нет. Тоже надо открыто и честно привести выборы в состав Всебелорусского народного собрания. Там будут разные люди, там, я уверен, будут разные точки зрения. Единственное, что врагов там не будет. Но нам не нужны враги и нашему обществу в том числе. А точки зрения должны быть разные для того, чтобы мы правильно принимали решения. Так что, ознакомившись с вашим письменным докладом и предложениями, я, например, не вижу каких-то иных подходов. Ну, надо сейчас начинать эту работу. Уважаемый Александр Григорьевич, вы совершенно правильно заметили, работа планомерно ведется. Фактически еще до издания указа мы начинаем ряд демократических процедур, которые предусмотрены нашим законом, избирательным кодексом. До 1 сентября мы должны будем установить численность избирателей и количество советов депутатов, которые будут избираться. До 1 октября мы должны будем определить границы округов по выборам депутатов Палаты представителей. Всего их будет 110, как и прежде. Продолжение следует...